Женщины, которые скажут, вот тебе хорошо, ты не работаешь, я тоже когда-то очень много работала, у меня тоже было двое детей, я тоже приходила домой, мы жили в 12-метровой комнатушке, когда дети начинали кричать между собой, я тоже хотела их взять, лбами стукнуть, у меня всё это было, я через всё это прошла, я прошла через всё. И сейчас у меня просто такой период жизни, который возникает у каждого человека рано или поздно, когда дети выросли, когда родители умерли, переживать не за кого собственно. И почему не радоваться жизни? Вот я ей радуюсь, потому что выпало такое мне окошечко радоваться жизни. Слава Богу, дай Бог, чтобы я так радовалась жизни до конца моих дней. Дай Бог, чтобы мои дети меня только радовали, чтобы мои внуки и правнуки будущие меня тоже только радовали, иначе как? Иначе никак. Ну вот, наверное, всё, и чего и вам желаю. Опять же, молодым девочкам, мальчикам, конечно, хочется выйти замуж, жениться, хочется иметь детей, дай Бог, чтобы вы всё это имели. Да, это вот крутишься, как белка в колесе, думаешь, когда же это кончится, когда же это кончится? А сейчас я оглядываюсь на это, я не помню ничего, я ничего даже, я даже не помню, как выросли мои дети. То есть у меня остались какие-то обрывочки, воспоминания, то есть ничего не осталось. Как жалко тогда не было видео, как жалко, что я даже вспомнить не могу, что, ну, такие вот, помню какие-то моментики, а какие-то фотографии остались от детей, ну, такие мелочи. Поэтому надо, конечно, снимать родителей на видео, пока они живы. Надо снимать детей на видео, пока они маленькие, как они растут, вот этот весь процесс, чтобы потом хотя бы вспомнить какие-то, чтобы не собирать эти обрывки, как я собираю. И всё это проходит, и всё это проходит, к сожалению, очень быстро. И когда, и когда вот так оглянёшься назад, думаешь, боже мой, да я ж только вчера родилась, да мне ж вчера было 17, 18, а сегодня сколько? А-а-а! Да, да посмотри, опять нос чешется. Да что такое? Пьянки, ну я ж не пью. Ой, прямо чешется, чешется. Так что, просто это, надо кайфовать от того, что вы приходите домой, надо готовить, стирать, разбросанные носки, там дети бьются, там ругаются. Надо кайфовать от этих ситуаций, надо просто от этого кайфовать. А я же помню, я приходила домой, а-а-а, я такая оставшая, дайте мне отдохнуть. Дура я была, дура, разве так можно? То есть, я тогда тоже жила, как, наверное, многие живут, думаешь, ну вот, ну вот, ну вот, вот, это черновик, завтра будет всё с чистого листа, дулечку, никаких чистых листов, ничего, никакого чистого листа. Черновик — это и есть наша жизнь. Мы думаем, что мы пишем черновик, на самом деле мы живём нашу жизнь. И потом оглядываешь, думаешь, боже мой, сколько ошибок допустил, на детей кричала, там где-то что-то. Правда, Енсен, что только кричала на детей, никогда детей не наказывала, никогда не ставила в угол, никогда, боже по себе, никогда детей не била, никогда, ну, в школу никогда не ходила, никогда не проверяла дневники, никогда не спрашивала, что у тебя в школе, потому что знала, что дети мои самые умные, просто умнички, разумнички. Никогда я детей своих не говорила, пойдёшь учиться туда, там идёшь, ты должен ходить туда, ты у меня слова «должен» вообще не было. Сынок, хочешь какой-то, хочешь записаться в бокс? Не хочу. Хочешь туда? Не хочу. Ну, не надо, ладно, ради Бога. Поэтому я никогда детей своих не, как сказать, не толкала, не пихала никуда. Вот что хотите, это вы делаете. Я помогу, если что-то хотите. Не хотите я даже, и всё. Поэтому начала себя, закончила детей. Поэтому, когда вот сейчас я знаю, что есть люди, допустим, девчонки молодые, какое-то много детей, и она будет плакать, говорит, «Ой, у меня депрессия или что-то». Не может быть депрессия, пока у тебя столько детей, они маленькие, мало-мало-меньше. Понюхай этого своего ребёночка, Господи, поцелуй его. А ты, какое счастье, столько детей! Ведь потом они вырастут, и ты даже вспомнить не сможешь. Потому что и ты сейчас на всё это как бы… Ну, я сама такая была, я была точно такая же. Думала, когда это кончится? Вот оно всё это кончилось. И что? Я тогда должна была радоваться тому, что, боже, какое счастье, у меня двое детей, у меня такие шикарные дети. А ты думаешь, «А, вот я пришла домой, вставшая, надо посуду помочь приготовить, опять готовить, опять…» Да, опять в этом и есть женское счастье. Всё, всех люблю, целую, будьте счастливы. Пока-пока.